Уважаемый Жен Сит Консидыч, уважаемый Сергей Николаевич, уважаемый Джохан Реджепна, ваше превосходительство, дамы и господа, подписание нами сегодня соглашения между правительством Российской Федерации и Международным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ об условиях его пребывания на территории России. Это важный шаг на пути укрепления взаимодействия в гуманитарной сфере в рамках содружества. Этот шаг создает необходимую нормативно-правовую базу для деятельности этого относительно молодого, но уже весьма и весьма эффективного фонда. Фонд уже проявил себя как структура перспективная, весьма востребованная и представляет собой, по нашему убеждению, действенный инструмент развития взаимовыгодного сотрудничества в странах СНГ в сфере науки, образования, культуры, спорта, молодежных обменов, туризма, сотрудничества средств массовой информации. Уже состоялись форумы творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ. Эти форумы стали ежегодной традицией содружества, проходят форумы переводчиков, международные спортивные игры и убежден, что будут найдены и дополнительные формы организации взаимодействия в гуманитарной сфере на всем пространстве СНГ. И подтверждением этому служит и подписанный только что меморандум о взаимодействии между исполкомом СНГ и Международным фондом гуманитарного сотрудничества. Важно, что фонд уже сейчас принял решение взять на себя организацию и финансирование целого ряда мероприятий, которые включены в проект подготовленного плана в сфере гуманитарного сотрудничества СНГ на 2009-2010 год. Этот документ выносится на рассмотрение и одобрение Совета глав правительств Содружества, который состоится 22 мая в Астане. И, безусловно, все это является очень весомым вкладом в продвижение интеграционных процессов в Содружестве в целом. Важно, что самую активную поддержку в работе фонда оказывает Совет по гуманитарному сотрудничеству государств, участников СНГ, которые играют сегодня важную координирующую роль в этой сфере. Отрадно, что расширяется круг государств-учредителей фонда. В прошлом году к ним присоединился Азербайджан. Возможность вступления рассматривает молдавская сторона. Мы приветствовали бы подключение к работе фонда и других государств Содружества. Россия со своей стороны взаимодействует с фондом самым активным образом. В этом механизме нас представляет помощник президента Российской Федерации Джохан Реджепна Палыева, которая председательствует в Совете по гуманитарному сотрудничеству. В 2010 году, когда Россия возглавит Содружество, уже принято решение провести год науки и инноваций. Убежден, что здесь откроются самые широкие перспективы для активного вовлечения и Совета, и фонда в проведение этого важного года. Но что касается нашего министерства, то мы наладили самые тесные связи и с Советом, и с фондом, и намерены и далее поддерживать укрепление деятельности СНГ на этом важнейшем для народов наших стран направлении. И убежден, что подписанные сегодня документы позволят сделать это сотрудничество более системным, помогут реализации конкретных проектов в гуманитарной сфере. Желаю всем нам успехов в развитии гуманитарного сотрудничества на пространстве Содружества. Спасибо.